Беговой день 8 сентября прошел спокойно. Состоялись 12 заездов, в том числе два французских приза и два именных, спонсируемых группой компании Мортон. В первом заезде бежали двухлетние орловцы без выигрыша. С места до места выиграла Капна Ольга Шаховцова. В одинаре платили 13.50. Ольга продолжает оставаться самым высокооплачиваемым наездником ипподрома. Во втором заезде по записке выделялась Баффи Виктор Бурулев. Она сразу вышла вперед. Основной конкурент Виталий Константинович Танишин на полонезе Лок держался в спине. На прямой полонез сделал впечатляющий бросок, но все же проиграл четверть головы. В третьем заезде Гаськов на кедровке сразу далеко уехал от соперников и легко финишировал в одиночестве. А вот за второе место развернулась упорная борьба. У столба произошла удивительная вещь. Михайлович на Лилии. Легко проехал Бурулева на Заре. Замечу, что по рекорду Лилия была тише Зари на 5 секунд. Далее трехлетки разыграли приз от группы компании Мортон. Дистанции 2400 метров. Фаворитом был Михаил Владимирович Козлов на Бетфорд-Ганновере, который сейчас находится в отличном порядке. По дистанции соперники пытались посадить американца в коробку, но на этот раз не вышло. В результате убедительная победа фаворита. Второе место занял Варыгин на лексике Лок. Большой успех для кобылы, которая еще месяц назад бегала хуже двух двадцати. Записка пятого заезда была очень неровной. Записывать Распутина и Сабрину в одном заезде – странная история. Понятно, что это связано с нехваткой лошадей старшего возраста. Но так надо создавать условия, чтобы оставлять таких лошадей на ипподроме было выгодно. Повышать призовые, снижать для них оплату за содержание. Все-таки именно заезды с участием лошадей старшего возраста наиболее интересны публике. А победил Распутин. Смэш не смог с ним конкурировать и занял второе место. Во французском призы для трехлеток легко выиграл Владимир Матвеев на Эхнатоне Дю-Ли-Ла. Ничего неожиданного. Второй спонсорский приз был разыгран на дистанцию 1600 метров. Здесь также фаворитом был Михаил Владимирович Козлов. На этот раз на Бонсай Линде. Он и выиграл с места до места. Петров на Ру Бенедит. Довольно долго не отставал. В левом повороте даже вышел вперед. Но все это были напрасные старания. Американка подтвердила свой класс. Еще один французский приз для кобыл старшего возраста. По совокупности результатов этого года фаворитом была Танана Ревильер. Но известно, что бегает она неровно. Блестящие победы чередуются с неудачными выступлениями. Такое вот неудачное случилось и на этот раз. Бег сложился очень резво. Проехав правый поворот третьим колесом, Руслан Киселев на противоположной прямой вышел вперед, но занять бровку не смог. Этим воспользовалась Юлия Дробышевская на Тина Девес. Некоторое время лошади боролись за лидерство. Но на финише Тина Девес выглядела свежее. Поздравим Юлию Дробышевскую с первой победой во французском призе. В девятом заезде бежали орловцы четырех лет и старше. Как и в прошлый раз, водил раунд Танишин. В спине держался Неаполь Ольга Исаева. При входе в левый поворот лидер сборил, и Неаполь оказался впереди с большим просветом. За 150 метров до финиша случилась неприятность. Неаполь тоже сбился. Но Ольге Исаевой удалось поставить жребца и закончить дистанцию первой. Судьям пришлось принимать сложное решение. Объявлять Неаполью проскачку или нет? В результате не объявили. Десятый заезд закончился легкой победой Варыгина на Висли-Лок. Он спокойно принял старт в середине дистанции, спокойно вышел вперед и также спокойно финишировал с большим отрывом. В предпоследнем заезде конкурентов у лучшей орловской двухлетки историка не было. Легкая победа Виктора Бурулева. Вторая в этот день. Наконец последний заезд закончился победой очевидного фаворита галереи Инесса Коломеец. Следующее воскресенье – последний большой беговой и скаковой день в этом сезоне. Будет разыграно много престижных традиционных призов.